И я думаю, что всё-таки Энвес должны сейчас выйти, а не обязаны выйти из группы, потому что это просто Энвес. Потому что просто это Энвес. Посмотрим, во всяком случае, пока что они идут не совсем уверенно, но у нас начинается пистолетка, темпо, шторм в атаке, имеется 5 глоков, 3 первых армора и раскидка. Интересно, куда же всё-таки будут они её использовать, возможно, под точку А. Там, где стеной, пока что стоят Апекс вместе с Кио, Шимой, НБК, Хэппи и Кенни укрепили точку Б, и они пока что не угадывают. Хотя, жмут они сейчас дом и получают массу информации у своих тиммейтов на точке о том, что это выход. Кио сбивает голову Лукасу, но и как же больно сейчас залетает хэдшот и трёхочковый от Шоу Тайма по Кио Шиме. Имеется ситуация, 4 в 3 бомба установлена, палит свою позицию Кенни на сити-спавне. Болт вместе с Фелтсом действует, пока что не попадает по Кенни Шрабу, но и сейчас нужна помощь Кенни. Он сбивает одному, по Фелтсу залетает. Падает также Шоу Тайм НБК. Окей, отличная стрельба от Натана Шмидта и два игрока на Тетисе просто разваливаются. Это раунд, который уходит в пользу команды Энви АС, хотя всё смотрелось неплохо для Темпо Шторм, которые все вышли на точку АС, брили одного из своих оппонентов. Тоже упал у нас Апекс на сэндвиче, но 3 в 5 выбивания реально. Энви очень хорошая стрельба. Ну и вот пистолетка от Энви АС. Снайперы всегда играют со вторым оружием лучше, иногда даже бывает, чем девайсы. И сейчас Кенни показал, что не только с АВП он умеет стрелять, но и с ЮСПА. Минус 2 хороших хедшота. Дальше идёт стрельба от Энбикея. Кио поддерживает своих тиммейтов. И всё, выбивание Манвис. Даже потеряли они двоих, потеряли они там, не знаю, троих потеряют. Они всё равно настолько играют хорошо, что тимплей команды сильнее, чем скилл противника. И там выйдут перекрёстным, развалят одного, развалят второго. И уже преимущество, которое было у противника, уже будет не таким значимым. И выход команды Темпа Шторм, фаст. Выход на Бэп Лэнт уже удался. Энбикея из Кольта чудом забирает Фелбса, но всё-таки Хэнни находит его голову. Минус по Энбикея выбили Кольт, но всё равно бомба уже стоит. И Темпа Шторм могут даже постараться сейчас взять раунд. Абик делает минус по шоу тайму, Болтс вместе с Лукасом. Хотел сказать, что остались вдвоём, но нет, Хэнни ещё живой. Болтс пытается повоевать, и повоевал. Господи боже мой, поплыли бразильцы, хотел я сказать, но... Ну и стрельба Болтса, и вот так, наверное, отлично. Даже там игрок, который играл через Китчин, он ловит просто такую халяву. Наперёд Болтс ему завешал. Ну и потом ещё и игра от Хэнни, тоже поддержал своего тиммейта. Отличный выход на точку. Бестэк Немис, автор плент ситуации. И сейчас как раз-таки Энви будут играть в той же ситуации, в которой были у нас Темпа Штормы. Но только имеются три 5-7, один Дезерт Игл от Кио Шима. Ну и Хэппи будет действовать с П-250. М4 АК-47 от Хэнни Болтса, Лукаса и Фелпса. Ну и М4 А4 трофейной от Шоу Тайма. Команда из Бразилии укрепила мидл. Понимают они сейчас, что проблемы у команды Энвиас по деньгам. И не стоит нарываться на близкие дистанции. Энбики сейчас может выйти навстречу с Хэнни. И всё-таки Хэнни как раз-таки его прощает, промахивается по Зигу. Ну и пока без летального дэмэджа. В этом третьем по счёту раунде на карте Демираж. Это Best of 1 и это жизненно важная ситуация для команды Энвиас. Они должны тащить эту карту, чтобы бороться за топ-3 этой группе. И за выход в плей-офф Intel Extreme Masters готовится 2016. Пока что минута есть для того, чтобы раскинуть мозгами команды TempoStorm. Ну и решить, куда же всё-таки пойти. А Боба Монс подходит под дом Б. Хэнни до сих пор был на верхнем мидле. Тоже перетягивается своим ребятам. Ну и Энбики здесь в центральной позиции на Б. Переходит за Форрес. Получает под себя Молотов, но он всё-таки не достаёт его смок. Также откинут был Натана Шмидта. Он действует очень хорошо под эту дымовую завесу. Пока что никто его не чекает. Шоу-тайм. Выходит на встречу с ним. Фэлс. Чек. Очень хороший минус. Ну и 5-4. Уже 5-3. Начинается этот раунд для команды Энвиас. Хэппи, Кенни и Кио Шима будут пытаться хоть что-то сделать. Может быть на выбивание девайсов. Или может быть на хоть какой-то дэмэдж экономическим своим оппонентам. Пока что не получается абсолютно ничего в этом раунде. TempoStorm очень солидный заход на точку Б. Да, там очень внимательно сыграли игроки, которые первыми заходили на плент. Один спрыгнул под свой же смок. И даже несмотря на то, что там не прошил никого парень перед плентом, Хэни находит... Не Хэни, а кто там? Фэллопсом находит голову НБК, который подумал, ага, ну постреляли, значит смотреть не будут. Выходит, получает в голову. И Эннесом надо, ну... Ну, наверное, чуть внимательнее играть, либо чуть хитрее. Потому что вот обычные выходы против TempoStorm при защите... Ну, молодые ребята смотрят. Там у них все согласовано, все темплены, друг другу смотрят спины. И просто так выйти кого-то забрать на крысу не получится. Система. Вот был Маник, он очень любил по смокам ходить, как и Хэппи. И поэтому сейчас так вот не получится. У Штормов все очень, так сказать, цивилизованно. Очень все собрано, отыгрываю. Да, мы с вами переносимся в четвертый по счету раунд. Хэппи тем временем забирает голову Апекса, который пытался сагрессивничать на А. Ну и Фелпс уже готов на выцелении коннектора действовать. Под флешку выход от Киошима, но промахивается. У соперника Хэппи. Фелпс делает три безответнейших минуса. Хэппи остается в ситуации один против пятерых. Ну и, конечно же, это без шансов. И третий должен залетать для команды TempoStorm. Кто бы мог подумать. Очень хорошее начало. Напоминаю, что Энви забрали пистолетку, но потом получили ответ резонный. С такими арморами на точке Б. Хэппи забирает все-таки шоу-тайм. Имеется трофейная М4А4, но голцы его все-таки не отпуская. 3-1. Ну и бразильцы все-таки хотят тащить. И это будет уже сенсация, действительно. Да, действительно. Будет серьезное направление бразильского контрстрайка. То, что 2К будет фурор. Весь ВК будет, наверное, в том, что Эльвис все пока. Старички, в Виртуз Про. И вот я больше ничего уверен, что в Виртуз Про действительно про них будет очень много мемов, если они вылетят. То, что все, пока, до свидания, пора на пенсию, песок сыпется и прочее. Но это же наша комьюнити, это русская комьюнити, которая грех бы не пошутить. Так что тут все очень-очень-очень интересно. Да, размин пока что в 1-1. Имеется немного преимущества за командой, которая выгорает в атаке, которая так что укрепилась. Шоу-тайм читает позицию Хэйв-3. Кенни, Киошима и НБК остались против Шоу-тайма Хэйни, Лукаса и Фелпса. Только болт сейчас потеряли. Имеется большой задел по времени для того, чтобы задергать команду НВАС, которая в меньшинстве. И ей нужно что-то хоть поджимать для того, чтобы получать какую-то информацию на коннекторе. Сейчас действует Кенни. У него М4А4. Нету коса. Получается, демонстрирует нам Кенни, что он не только с АВП, очень хорошо стреляет. И уже переворачивается этот раунд одним игроком команды НВАС. 3 в 2 ситуация. Ну и пока не ясно, куда у нас пойдет темпа шторм. А именно Хэйни вместе с Шоу-таймом, у которого бомба на руках. И он находится до сих пор на доме Б. Будет молотов лететь у нас на ЗИК. Шоу-тайм палит свою позицию. Там у нас находится АВП. Ну и здесь Натану нужно убивать своего оппонента. Пропрыгнул все-таки Шоу-тайм. Но все-таки вышел на объектив снайперской винтовки своего соперника. Тоже ответ от Кенни не последовал, потому что Хэйни его выцеливает в свое снайперское ружье. 1 минус по Киошиме, который действовал через Китчен. Но фликшот по НБК не залетает. Еще один выстрел от НБК. И все-таки у нас дальше продолжают игроки танцевать друг против друга. НБК все-таки переключился на Пэп 2000. Этого раунда и Хэйни просто должен давить сейчас НБК, который танцует. 3, 2, 1. И Хэйни не выигрывает этот раунд. Нужно было все-таки более активно действовать. Второй все-таки залетает у нас. НБК на опыте сейчас сыграл. Там что-то бдел молодой. Побегает там, побегает. Я постою, тебя подожду. И сейчас вот если бы сыграл Хэйни немножко по-другому, если бы он сыграл не атака однобока, он пошел давить. Он думал, что до сих пор будет стоять Энвест, но НБК. Но он не подумал, что это слишком опытный человек, чтобы стоял на одном месте. Он стоял на одном месте, но он стоял на линейке. Он перехитрил сейчас. Как раз в Хэйни. И в итоге Энвест взяли раунд. Я хотелось заметить один момент, что не отдали сыграть именно с этой, под Б плентом, но это не получится, если даже ты стоишь с ОП на Б коврах. Это будут ожидать. Потому что на Б коврах это, ну, чаще только на медле играют с ОП. Поэтому это не матчмейкинг. Тут надо играть немножко иначе, тем более у Кенниса. Я считаю, что скил повыше, чем у Хэппи, СОП. Ну и сейчас Форсбай от команды Энвест. Пока что разваливали, пока мы с вами обсуждали в прошлый раз. Киос и НБКМ вдвоем с Фомасами. Форсбай пытаются реализовать сейчас Энвест, но и большими потерями они даже если выиграют, то будет очень все сложное. Дальше у них по экономике. Шоу-тайм, дождался ли, да, дождался он кио, он 2 в 1 остались у нас с темпо-шторм. Ну и НБК нужно тащить, как и в прошлом раунде, клатч-мастер команды Энвест с Фомасом, первым армором и пистолетом. Нету гранат, нечем взорвать, либо отфлотить противника. И в итоге еще и Молотов хороший прилетает. Отзавелся он калашниковым. Прошивает сейчас Хэнни, который попытался, похоже, уйти. Да, он попытался уйти с плента, но не дал ему это сделать НБК. Ну и смотри, один в один почти, почти НБК, если бы вот не такой становится счет. Темпо-шторм продолжает удивлять. Да, хорошая судьба от Шоу-тайма. Стабильный его АИМ, и он не промахнется по НБК. Ситуация 1 на 1, 4-2, и имеется двойное преимущество по раундам у бразильцев. И они все-таки продолжают удивлять. Они продолжают играть очень собрано. Имеется монолит в атаке. Ну и пока что у него ударяется защита команды НВАС, которая закупилась все-таки 5-7-ами и P250-м. Также имеются арморы у Хэппи, Апекса, Кио Шимы и НБК. Но мы-то знаем, что темпо-шторм команда не глупая. Они читают сейчас экономику своих соперников и решают все-таки укрепиться на мидле, никуда не идти. Также на выцеливание у нас Лукас вместе с Болтсом по яме и коврах. Ну а укрепление от команды НВАС на точке А. НБК только один остался на Б. На выцеливание с машины А, Кио Шима, Киний, Апекс и Хэппи находятся уже в пленте. И готовы, в принципе, принимать команду темпо-шторм, если она решит направить в Виктор свои атаки как раз-таки по этому направлению. Так, ЭКО от команды НВАС дождались они. А, нет, я тут решил посмотреть, что на прошлой трансляции возвращаюсь. А тут Форс Бат НВАС. И они не оставляют желание все-таки взять раунд подряд. Они в прошлый раз закупились, сейчас закупаются. И они пытаются бразильцев, не знаю, на понт взять. Они закупили 4 армора, 4 5-7 и по 250-й у Хэппи. Засада на Аппунту. И почему угадывают? Угадывают сейчас Сенвес, ну и Кио. Первый. Включается в работу, на коврах сейчас же. Три игрока с Ямы. Выйдут или нет? Вот самое интересное, пойдут ли дальше темпо-шторм. Ну, похоже, все-таки решили, ребята, отойти. Но НБК говорит, куда пошли? Находит Фелпса, забирает его на центре. Ну и темпо-шторм все-таки решили идти в засаду. Кеннис, Каваша, не так хорош, как с АОП. И Аппикс получает также прострел в голову. Хэппи будет с ней до конца. Хэппи будет с ней до конца, не палится, но... Нога. Досадная нога, которая есть у НБК. У Хэппи спалила его в этом положении. Минус 4 от Лукаса. И в итоге 5-0. Этого. Да, и ключевой минус должен был делать НБК. Он забрал Фелпса на мидле. И казалось бы, что Энвис могут защитить точку. А но темпо все-таки академически вышли. В парах сыграли эти ребята. И мы с вами смотрим за тем, что бразильцы продолжают точно так же играть. Собрано, как они это делали против команды Virtus. Про в атаке на карте Деку Булстол. Напоминаю, что обыграли команда Темпо. Шторм польских медведей со счетом 16-9. Ну а тут здесь уже совсем другая история. Хотя вы знаете, что АПикс и НБК уже пропали с радаров своих тиммейтов. А Фелпс забирает тем временем Кенни, который пытался действовать агрессивно через метро. Остался у них иметься на руках P250 и Зигл, соответственно. Но сейчас Хэппи может выйти прямо навстречу к снайперу команды Темпо Шторм. Который как раз таки выцеливает это направление. Промахивается все-таки Хэнни. Но это не проблема, потому что должен все-таки 6-й залетать за командой из Бразилии. И довольно-таки неплохой задел для того, чтобы победить на первой половине этой карты был сделан командой Темпо Шторм. Ну и Даня, ну сейчас Энвес сливают 6-й, потом 7-й может, 8-й может. Это, конечно, маленькая Энвес все-таки... ...должны сейчас собраться и показать то, что они французы. То, что они сильные Энвес. И это грант. То, что они гранты, то, что они не зря называются одной из сильных команд мира. И команды Энвес как хотят. Как хотят, как хотят, как вам удобно. И сейчас Хэнни... Кеннис взял с темп скомптовку без армора. Вот это уже... Очень Кеннис горит. Не настолько важно, но действует у нас Кеннис Шрап через СЗ. В этом раунде Хэппи ему будет ассистить вместе с Киошимой. Также там Темпо Шторм тоже на укрепление работает. Хэппи все-таки забирает Фэлпса, выходящего из метро. Но имеется чистоное преимущество. Не прошло и 30 секунд, как и Кенни. Делает еще один минус на Хэнни. Вот такой вот вы... Комический случай, да, действительно. Но, тем не менее, Шоу Тайм делает минус на Энвеке, который уж слишком агрессивно действовал на коннекторе. У нас Лукас, который забирает Киошиму, который даже не вышел на перестрелку со своим оппонентом. Но здесь беззубая игра от Киошимы приносит еще один фраг с танкоманды Темпо, что он преврастает у нас этот раунд 3 в 3 ситуацию. Хэппи, Апекс и Кенни против Шоу Тайма, Бултса и Лукаса. Очень красный Шоу Тайм. 14 хэсппоинтов, еще раз напоминаю, у этого парня. Ну и пока не ясно, куда у нас будет идти команда Темпо, Шторм. Хотя, подходит все-таки под точку Б. У нас там Кенни на ВЦ, Ленин, на ВЗ. Ловит и промахивает. У нас он Бултса перевоет. От Кенни Хэппи исправляет. Делает еще один через Китчен. Ну а Хэппи будет заходить через дом Б. Бултс замечает одного из своих оппонентов. Дает информацию Шоу Тайму, который укрепился сейчас на Зиге и будет выцелять дом Б. Ну что же, 2 в 2 убивания, Шоу Тайм красный находится в зигзаге. Хэппи может сыграть незначительную роль, но... Без шанса. Неважно. Иван, что там сыграет? Эльвес проигрывает. И еще один, как я говорил, они могут проиграть шестой, седьмой, восьмой. И если не станут играть как чемпионы. Они не играют как чемпионы, они проиграют игру. То, что Темпо, Шторм это команда с мотивацией. Эльвес может там что-то выиграли, а вот темпо, что он хочет. Хочет сейчас побеждать, хочет выигрывать. Хотят быть похожими на команду Леминосити. И вот такая наша погоня за командой Леминосити стать такими же крутыми, как и их соотечественники. Теперь команда Эльвес стала жертвой вот этой вот мотивации. Не сдается Кеннис, забрал он Апекса. И вот, как я говорю, в прошлом раунде Кеннис пригорел. Он взял стэп скринтовку без армора, пошел играть зигзаг. Это значит, что Кеннис уже начинает немножко сдавать по морали. Хочется ему как-то закомбечить, 2-7 лететь от Темпа, Шторм. Для него Темпа, Шторм это какие-то фуфелы. Он вообще как бы их... Парни, вы кто? Я Кеннис, меня тут все знают, вы кто? И сейчас вот Кеннис очень хочется победить их. Если проигрывают, то страшно, страшно представить, что будет с моралью Кенниса, по крайней мере. Потому что этот человек очень эмоциональный. И я помню, как он на одном из мажоров плакал. Потому что проиграли они команде Фнатик или команде... Да, по-моему, Фнатиком они проиграли мажор один. И прям жалко было этого парня. Ну и Кеннис. Дет минус по НБК, опять под Б-плент. Собирается выходить сейчас Темпа, Шторм, Шултайм, Эндрю Фраггером. Заделался на точке Б, минус делает по Кио. И в итоге уже команда Эннис вдвоем остается. Кенниса есть, Калашников, Хэппи есть, Дезерт и Кеннис один в три. Клатчер Кик. Кричит ему капитан команды. Ну, конечно, тут сложно как-то представить. Клатч, минус по Хенни. Выбивает он снайперскую винтовку. И уже тут даже не суть выбивания девайсов. Денег очень много, Темпа, Шторм. Эннис. Отдают восьмой. Эннис отдают первую половину. Эннис. Могут отдать целую игру. Да. Посмотрим, что нас будут предлагать команда из Франции. В этом одиннадцатом по счету раунде на карте Мираж. Но пока действительно, Темпа, Шторм очень хорошо играет. Атака у них слаженная. И выход на точке тоже произведен был, во всяком случае. Ну что ж, имеется два АВП уже от Хэппи и Кенни. Надо не действовать. Ну и пока что раскидка от игроков Темпа, Шторм под А. А также активное действие по коннектору. Сейчас будет зажим этого направления. Сейчас нужно перетягиваться. Три ИК-защиты находятся до сих пор на Б. За секретой Кио должен делать свои минусы. Также под ямой действует Апекс. Кио все-таки выход на него не прощает. Фелпса не прощает. Шоу тайм, но тут же падает от Болца. Размен в сторону. Команда Энвиас укрепляется. Апекс забирает Хэнни, но тут же получает резонный ответ от Болца. За 12 хэлспоинтов у него остается. Но имеется численное преимущество от команды Энвиас, которая сейчас может вылиться в третий взятый раунд. Энби Кей укрепляет краснющий. И еще раз напоминает 12% здоровья. Ну и Хэппи его не отпускает. Сигареты 3 в 8. Ну и в принципе, если сейчас Энвиас проснутся, будут тащить, выйдут хотя бы на счет 9-6 или даже лучше 7-8, то при условии взятой второй пистолетки могут даже продемонстрировать нам этот камбэк. Ну и вот наконец-таки продемонстрировали Энвиас хорошую, более-менее адекватную защиту. Наверное, впервые в этом матче. И сейчас Темпа Шторм почувствовали силу Энвиас и на Б-плент. Все равно ползут активно на Б-плент. Хэппи опять на той же позиции, где я в прошлый раз вырубил Шоу Тайм. И Темпа Шторм играет теперь сплит на А-плент, либо сплит на Б-плент. Посмотрим сейчас, как у них будет расстановка. Пока увидим, что Боллс будет он играть игрока отвлекающего звена. Кеннис. И Кеннис приплыл. Все, приплыл парень. Лукас хороший минус по снайпер-команды Энвиас. Я так понимаю, это было в окне. Да, вот туда. Бедник Кеннис лежит с им драгонлором рядом. И Темпа Шторм потеряли. Потеряли свое звено на центре. Уже и ослабла защита. Но и теперь будут решать Темпа Шторм, куда им выходить удобнее, на А или на Б. Но, судя по всему, как убегает Боллс активно с ямы, то теперь Темпа Шторм будет готовиться к выходу на точку Б. Причем там стоит Ушел с Хелпы. На мутимейту Хэппи. И Энби Ки будет принимать весь этот выход в соло. Хотя нет бомба. Да, бомба все-таки бежит на А-плент. Все правильно. Да, Боллс забрал бомб, пошел на Б. И сейчас будет укрепление Б-плента Кио. Что-то понял. Что-то подал капитана команды Энвиас. Говорит, парни, идем вот туда-то. Хэппи делает минус по зигзагу. И в итоге прочитаны. Фалл все-таки загорает от молотого Боллса. Но Шоу Тайм все-таки исправляет ситуацию. Мед Шоу залетает на капитана команды Энвиас. Апекс остается в ситуации 1 в 2. И здесь от Дэна множество. Зависит чего. Но все-таки он выпрыгивает скучно. Забирает голову Боллса. Но тут же попадает под объектив снайперского ружья Хэнни. Это 9-3. И экономика команды Энвиас поет романс. Здесь действительно нужен слив. Но возможно будут действовать с пистолетами и оружием. С арморами некоторые из игроков этой фирмы не получаются. И отличная игра от Tempo Storm. Вырубили Хэнни. Заняли мидл. Потом вышли на точку А или на Б. Здесь уже не важно. Но очень уверенно играют эти ребята. И не важно куда они идут. Посмотрим. Пока что бразильцы действительно продолжают удивлять. И еще раз повторяюсь. Итак. Бразильцы. Сейчас удивлять не только нас. Не только команду Энвиас. Но трансляцию. Кто бы мог подумать. На Инферно. Карте Мираж. У меня все. У меня уже Инферно хочется поиграть. Карте Мираж Энвиас сливают 3-9. Но. Вспомним как Виртус Про камбетчили на Коблстоуне за атаку. Вот здесь примерно будет то же самое. Я уверен что Энвиас будет играть очень круто за атаку. А не за камбетчат. И в итоге у нас будет все решаться со счетом где-то 16-11-16-12 наверное. Поэтому тут еще не все ясно. Кеннис. Пришел постреляться. Она решила найти дырку в смоку. Но Лукас говорит парень. Не в этот раз. В итоге сейчас Теймпо Шторм должны брать десятый. И Энвиас будут когти рвать. Ради двух раундов в защите. Я больше чем уверен что они должны брать эти раунды. Иначе у них будет не солидная. Вообще. Вторая половина. Посмотрим. Пока что провалилось у нас звено. На точке Б. Которую занял Шоу Тайм. Дает информацию своим тиммейтам. Ребята перестягивайтесь. Бомб можете устанавливать. Хэппи пытается действовать через Китчен. На выходе. В всяком случае из него этого не ожидает Шоу Тайм. Все таки ловит хэдшот. В затылок. Ну и ситуация перерастает 3 в 4. Но опять же таки это пистолетная Эко. Закупались все таки некоторыми арморами Апекс и Компания. Фэпс не отпускает Апекс. Также перестрелка с Кио. Заканчивается в сторону ИКК французской пятерки. Но тут карты Б. Забр... 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 Кио. В окне танцует. И со стороны человека который по нему стрелял он как рыба. Знаешь такой. Крусалка. В разные стороны двигается двигается. И так мимо 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 мимо. Иначе как будто обманул, обманул, обманул. И в той щеке его еще застрелил парня с Калашом. Так тяжело ему было. Действительно, что было видно. Но и... Десятый раунд вот сейчас будет для Эльвис очень важный момент. Сможет ли Кенис отстреляться. Взяли три раунда из-за ошибок темпо-штором, а не из-за того, что крутые Эльвис. Так что сейчас раунд матч. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Цельная Зига еще раз играет через комнату. А также, возможно, выход на Толь. Там у нас здесь темпо-шторм, который абсолютно слепущий. Шоу-тайм забирает капитана команды Энвиас. И здесь имеется вновь численное преимущество. Ну и первый шаг для того, чтобы увидеть одиннадцатый раунд для своей пятерки от команды темпо-шторм был сделан. Отличная игра. Еще раз Кени остался один на Зиге. Хэппи ему будет ассистить с окна. Кио находится на коннекторе, но и Апекс. Очень такая вот закрытая позиция в точке А. Ну и пока непонятно. Темпо-шторм закидывает смок на окно. Хэппи дает об этом информацию. И будет все-таки у нас выход на НБК. Здесь нужен перформанс. От снайпера команды Энвиас, который пока что ни по ком не попадает. Работает через... Уже нет Хэппи! Все-таки его Би, который пытался... Зайти в спину, забрал двоих и тут же упал от Болса, который тем временем попал под пули Киошимы. 2-2 Апекс и Киошима против Шоу-тайма и Фелпса, которые установили бомбу на Зиг и ушли по этому... Никто не ожидал почему-то... Дэна Модескваера. Который все-таки приносит четвертый очко для своей команды. Ну и вот сейчас Кинис сыграл на Б-пленту. Не совсем уверен. Он занял позицию за плентом, учитывая, что темпа шторм... Все раунды ходили на Б-плент. Там один-два раунда у них был только на точку А. В итоге все раунды темпа шторм ходили на Б-плент. И он занял такую позицию, чтобы смотреть в пиксель Зигзаг. Так, учитывая, что он отпустил Б-плент, это... А, точнее, он отпустил Б-плент, то ему... Было сложно вообще выживать на пленту. Ему либо надо было ходить в кишин, либо уходить в куда-то еще. Но точно не в пленту. Он прям через плент пофигу, Б-плент идут, через дом Б, через Зигзаг. Он просто через центр плента начал скакать. Понятное дело, в этом заберут. По-моему дали информацию, его забрали. Изобрели, и хорошо, что Апекс вовремя пришел Зигзага. Да, Кио Шима получает флешку на хедшоте. Также Кенни действует через дым из джунглей. Все-таки одного забирает, но тут же действует, оказывается, уже их снимай от Лукаса. Получает он свинца от Апекса. Вернее, это был Фелпс. Кио Шима, наконец-то, с хедшотом действует. Одного забирает, также очень красный выставляет шоу-таймер, которого добирает с ЮСПС. И Лукас, один-одинешник под коврами, добирает. Отлично. Выбивание точки А от команды Энвиас. Уж слишком дали много пространства для Кио Шима на хедшоте, и он там действительно сделал два ключевых минуса. Ну и Лукас всего лишь двоих забрал. Встанет команда Tempo Storm, и у нас все-таки заканчивается первая сторона в двойном преимуществе по раундам для команды из Бразилии. Посмотрим, как они будут защищаться. Ну вот я тебе говорил, то, что Энвиас будут потеть за эти два раунда, то, что они возьмут его стопроцентно. И так и получилось. 10-5, и теперь у Энвиас есть буст для того, чтобы эту карту. Темпо Storm взяли за атаку, молодцы, но этого может не хватить. Потому что Энвиас сейчас за атаку, как мы уже с тобой обсуждали этот момент, атака это... Как ты разведешь, как ты начинаешь раунд, так и пойдет. Поэтому посмотрим. И у нас сейчас абсолютно не угадывает команда Tempo Storm, которая решила укрепить точку Б, а у нас выход от команды Энви подготавливается, во всяком случае, по направлению Ана, которой находится Болтс на Дельпане. Сейчас будут очень сложные для него времена. Все-таки выгоняет его со своей позиции, дает он информацию своим тиммейтам, которые уже ретируются со своей позиции на точке Б. Также в спину у нас будет заходить Лукас Бомба. Лукасу Апекса, который... На контроле этой позиции находится. Все-таки Хлойд, Хэдшот промахивается. Кио от Шоу Тайма и Хэдшот, который забривает голову Кио Шиме. И НБК, который перед тем забирал Шоу Тайма. Хэппи остался в ситуации 1-3. Он на ниндзе. И пытается переключиться на бюрст. Ни по кому не попадает. Лукас, конечно же, с компанией будет... Ну и Хэдшот... ...в полете от Фелпса и его П-2000-го. Это 11-й раунд для команды Tempo Storm. Ну и в атаке здесь действительно будет очень тяжело. Ты тут, Флайф? Возвращайся к нам. А, боже ты мой. Ё-моё, у меня микрофон, кстати, такой... У меня выключено было. Так вот, разыграли Энвис очень круто атаку. Разыграли они красивую пистолетку. Пошли дальше давить Дель Пан. Но в итоге... По перестрелкам, по индивидуальному скиллу, по дуэлям они проиграли. Проиграли то, что в Дель Пане потеряли двух людей. Одно дело давить, другое дело отдаваться. Сзади обошел уже Лукас. Тоже продавил тиммейта. И Фелпс вовремя вышел на холпу. И Хэппи один в три ситуации начал палиться очень рано. Хосмог был перед ним. Его никто не видел, никто не знал, что он там находится. И в итоге все равно отдали раунд Энвис. И сейчас команды Энвис пытаются поставить бомбу, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Для того, чтобы в следующем раунде была снайпская винтовка. Но, как мы видим, бомбы не дают поставить. Апекс борется. Борется с Тэк-9. Фэмас в руках. И может даже с этого Фэмаса постараться еще что-нибудь сделать. Тиммейты его поддержат. Но из-за... Не отпускает он сейчас Лукаса. Также делает минус. В итоге Фэмас против двух игроков команды Энвис. Ну и Фэлпс будет играть на раз. Минни свой тиммейт. Или будет играть первым номером. Хотя Болтс такой он. 9 хп. Если он остается один в один, то будет все очень-очень плохо. Имеется контроль бомбы. Зато от Фэлпса и Болтса забирают также Энвис. Но и вблизи здесь действует еще один из игроков Энви. Это был Хэппи. Который все-таки падает. А то, который... Был абсолютно красный. Получил хэдшот в начале этого рауна. Но все-таки сыграл на верочку со своим тиммейт фэнс. От двоих этих ребят. Все-таки потеряли бомбу у нас Энви. Не смог ее забрать Апекс. Ну и это еще один пистолетный раунд от КБД Энви Асс. Не закупаются они сейчас арморами. Но это, конечно же, резонно. Имеется три П-250-х. Два армора на руках у Хэппи и Апекса. Ну а Темпа Шторм все-таки чувствует, что они могут. Они могут выиграть этот мираж. И побороться за топ-3 этой группы. Это будет сенсация. Знаешь, тут такой момент. Команда Энви Асс поначалу играла, вот если ты мог заметить, с Темпа Шторм закупались в каждом раунде. По счету 1-4. Они три подряд сыграли с девайсами. То есть они закупили арморы с 5-7, когда у них Кио сделал первый в коврах. И потом разложили. Темпа Шторм всех. Сейчас же Темпа Шторм играют против того, что Темпа Шторм они обыграть так просто не смогут. И надо что-то думать. А думать-то уже почти поздно. Тринадцать раундов уже взяли. Могут остаться без третьего места, без плей-оффа. И тогда будет очень много разговоров. Да, тогда будет действительно очень много обвинений от болельщиков команды Энви Асс, которые верят в свою пятерку. Опять же таки, хочется пожелать всего наилучшего Кенни Ассу, которого абсолютно не идет сейчас игра на этой карте. Но у нас выход от команды Энви через Яму. Действует булл с подкарами. Получает хедшот от Апекса, который падает от Хенни. Пока что размена не прощает Кенни. Три в три ситуация. Собирает Фелпса на коннекторе, который абсолютно не был готов к этому выходу от своего оппонента. Кио делает еще один минус. Это три в один. Кио Шима сделал два ключевых минуса. И это позволило все-таки Энви Асс подойти к выигрышу на этом раунде. Но все, еще ничего не ясно. Фелпс. Нет. Шоу Тайм. Собирает своего оппонента, а именно Кио Шиму на Яме. Также НПК ловит два последних патронов прямо в голову. НПК залетает. Хэппи на коннекторе, конечно, не должен этого отдавать. Имеется диффузы у Шоу Тайма. Но сейчас Хэппи палит. Он не знает, диффузит ли Шоу Тайм, который его уже пушит на коннекторе. Шоу Тайм или Хэппи? Нет, все-таки возвращается на диффуз этой бомбы. Ну и Хэппи. Попытка прострелить своего оппонента не попадает абсолютно. Шоу Тайм просто разворачивается и смог этот диффуз делает Хэппи. Что же с тобой стало? Четырнадцать пять. Почему он не прошивал? Если бы он сделал спрей, он бы точно убил пара парня. Лол. Хэппи. Как он это делает? Нет, в Красного Типаеву он слышал, где пульса бомба, он вышел, никого не увидел. Но неужели парень будет файковать, и я смог куда-то к себе на респу. Прошей ты смог, но точно не будет это лишним. Ну и Шоу Тайм просто, как в матчмейкинге, я не знал абсолютно ничего выдумать, просто потому что он уже смог, и с тридцатью Хэппи задефал. Эту бомбу задефузил, вернее, это провал. Один патрон, может быть два, нужно было. Один патрон, там было четыре и пятнадцати Хэппи у этого бразильца, и в итоге такой раунд хэппи, один в два, остался Шоу Тайм, один в два, и это нечто. Один в три, я бы даже сказал. Один в три, да, но это жесть, это бразильцы. А я как раз таки говорил перед тем, как этот плач прошел, что Шоу Тайм должен умирать, но нет все-таки ошибки, ошибки огромнейшие от НБК и компании Хэппи. Вместе с Киошим открывается на Фелпсе и Лукасе, но тут же размен от того же самого Шоу Тайма, и действительно для него сейчас Шоу одного человека на Зиге происходит, забирает он также НБК. Хэнни поддерживает Апекса, убивая, но и у Кэнни 10 хэлспоинтов осталось, 77 от Хэппи, и это большие проблемы. Бомба будет устанавливаться в той же патроне, не может найти ее все-таки через этот смоток. Это бомба, Кэнни, что же ты делаешь? Мне в той позиции, в которой хотел сразу же Кэнни. Вот, конечно, свой тимм, это все-таки забирает Хэнни, но тут же падает от Болса, заходящего с Дельпана и Сити Спаун. Хэппи вновь ситуация один против двоих уже, против Болса и Шоу Тайма, которые мчатся на плент со стороны сигареты. Хэппи пока что не палит в свою позицию на хэдшоте, будет действовать один из лидеров своей пятерки, бывший капитан. Но, опять же, Шоу Тайм не знает, откуда же ожидать Хэппи, и он должен... По идее, Болт... Конечно же, должен был отпускать этот дефуз, но просто стальные... Вы знаете сами, что сейчас продемонстрировал. У нас игрок команды TempoStorm, и это 15-5. Профессионалы не фейкуют. Болсафы, почему? Второй раз! О май гад! О май гад! Жесть! Он второй раз отдает! Он второй раз отдает такой раунд! Это Шоу Тайм. Это TempoStorm. И это Кейни, который, наконец-то, делает минус, но может быть поздно. Болт действует через коннектор, Апекс его находит, уже имеется два фрага. И это уже хорошо для TempoStorm, вернее, для Энвиас, размен от Хэппи и компания. Болт только одного с собой забирает, Лукас его поддерживает, Апекс уже пропадает с радара своих тиммейтов. Кио, его размен на Шоу Тайм, и наконец-то у нас этот Бразилец бешеный падает. Ну, конечно же, в хорошем смысле этого слова. Ну и Лукас, ситуация один против троих, Кейни очень красный, но такой уже не должны отдавать Энви. Ой, блин, мне аж прям до слез, слушай, это... Такой... Понимаешь, второй раз... Убивает парня! Один в один! И такой сидит... Бомбский, без плюда. Я просто... У меня истерика началась. После такого игры не тащится, я согласен. О, два раунда под... Ряд он отдает с одной и той же ситуацией, причем ситуация, которая может получиться... Одна игра на штук 20, наверное, когда человек будет до конца дефюзить. Да. Это жесть! Ну и там по шторм, действительно. Такие два. С одной стороны комических раундов, но тем не менее, совсем не смотрю на счет. 15. 16, все-таки Энви просыпается в атаке, берут свой раунд. Но, опять же-таки, целая пропасть из 9 раундов сейчас между этими коллективами. И уж очень много нужно матчпоинтов отыгрывать. Ну а у Тенпо сейчас очень хорошая мораль, которую очень легко, тяжело сломить команде. Энви Ас. Ну что ж, Арпикс 10 на 20. Дэнма дисклейб. Да что ж, чтобы случилось? 10 на 17 от Кенни, НБК 11, 18, 16, 15, 16, 17 от Хэппи и Киошима, соответственно. Но они пока что единственные, возможно, кто пытается хоть что-то сделать. Не получается абсолютно это у Кенни и Апекса. Ну что, Тенпо Шторм пока оттягивает финишную прямую на еще один раунд. Энви Ас пока еще борется. И Апекс зачекал все-таки Хэнни. Внимательно играет через метро, забирает также еще и болца. И все-таки седьмой раунд будет обеспечен команде Энви Ас без всяких сюрпризов, без всяких позиций, ситуаций. И в итоге Фелп с Калашом забрал все-таки его у Хэппи. Но 1 в 4 он, конечно же, пойдет сейвить седьмой раунд для Энви Ас, но... Ой, тяжело. Тяжело Энви Ас, мораль. Я думаю, сейчас у команды на пределе. Еще вот если такой какой-то момент будет, где спину не заберут, вслепую их кто-то зашьет там троих, в итоге у Энви Ас, наверное, бомбанет. Вот у нас вообще какой-то этот турнир, он не то, что скандальный, но есть такие моменты, которые о чем-то договорят. В итоге сейчас бразильцы обыгруют Энви Ас. Во всяком случае, сегодня они центром действительно вот таких вот мини, даже не мини, а сенсаций настоящих. Витерс Промбанет со счетом 16.9 на карте Кобблстоуна. Но сейчас вы видите все на своих экранах, они действительно показывают классный Counter-Strike. И это совсем не та команда, которая проигрывала флипсайдом 0-2 по картам в рамках оффлайн-квалификации MLG Каламус 2016. Я думаю, что вы все со мной согласитесь, ребята. Но сейчас мы смотрим. Энви Ас, тернистый путь, еще их ждет 8 раундов для того, чтобы выйти на матчпоинт на ничью и показать все-таки нам дополнительные раунды. А ты как думаешь, смог ли Энви тащить или нет? Я говорю, что мотивация у Темпо Шторм выиграть больше, нежели у команды Энвиас. Да, Энвиас молодцы, но они уже, я знаю, что им приелось в какой-то степени данное... Ну, почему шел Пронекс из... О, а почему... Что? Это же Эко было! Это же Эко, но там поджим ямы и просто хэшшоты от Лукаса. Мы все это пропускаем, но тем не менее, это не меняет той ситуации, что команда Темпо Шторм выигрывает Энвиас со счетом 16-7. Тем самым забирая абсолютно все надежды француза на то, чтобы выйти хоть с какого-то места.